Наскучил вам, не знаю как вы воспринимаете такую подачу проповедей Слово Божие, потому что я из Сибири, а вы знаете, там холодно, как сурова погода, так и народ немного заморожен, иногда бывает. Поэтому нужно его иногда растапливать, огонь поддавать, если я слишком увлекусь в такой подаче, потому что я привык, ну вот там больше всего проповедовать. Мне бы, да, вот это вот, или вот это, да? Итак, я хотел бы продолжить начатую тему, конечно, эта тема очень глубокая, требующая детального исследования, аргументирования и, конечно же, духовного опыта. Все равно мы что-то познаем путем личного опыта. Порой мы получаем информацию, духовную информацию, и наша порой плоть, естественная природа, она забегает вперед. И когда, бывает, жена идет впереди мужа, то это недопустимо, особенно на востоке. Поэтому, знаете, такой анекдот есть. И затова има един вид, идёт, допустим, как его зовут, ну, Ибрагим. Върви Ибрагим. На встречу му идёт ему Абдула. И на встречу му идва Абдула. Но впереди идёт его жена Фатима. И пред него върви жена му Фатима. И сравнявшись друг другом, Ибрагим говорит, э, слушай, Ибрагим казва, э, слушай, где в Коране написано, чтобы жена шла впереди мужа? Где в Коран пише жена да върви преди мужа? Ой, слушай, говорит. Казва, слушай. Абдула, когда Коран писался, минных полей не было. Вперёд Фатима. Така, че върви напред Фатима. Разбира се, това и шага. Но вот, иногда наша душа, как я в прошлый раз говорил, она похожа на жену. И чтобы нам понимать более яснее духовный смысл Священного Писания, за да разбираме по-дълбоко духовния смысл на Священното Писание. Духа на Писанието. Някои моменти трябва да ги разглеждаме от позицията на Духа. И не только в буквально смысл. Но и, именно иносказательно. Но и по друг начин. И мне Бог, Дух Святой, в своё время открыл этот образ. Отношения между мужем и женой. Это есть наша душа и наш дух. И кто понимает, из чего он состоит, подтвердит это. У нас есть тело. Это дом, в котором живут двое. Душа и Дух. И вот в доме кто хозяин? И в дома кой е Ступанина? Сестры? Кто в доме хозяин? Сестры, кой е Ступанина в дома? Хорошо. Дилемма, да? Кто именно имеет право последнего или главного определяющего ответа, вопроса, решения в доме? Кто? Ну так написано. Так должно быть. Но иногда бывает жена. Я не против того, чтобы жена где-то, но она давала дельные советы, и была инициатором какого-то действия. Но она должна быть в тендеме. То есть... И она должна уважать мужа. И самая мудрая жена та, которая свою мудрость открыто не выдает людям. Она продвигает мужа. Хочет быть царицею, сделай мужа царем. Так на востоке. Но у нас в нашей культуре бывает несколько по-другому. Но в нашем внутреннем мире должно быть по Божьему порядку. Бог есть Бог устройство. И поэтому вот этот баланс у нас должен быть соблюден. Главное должно быть главным. Важное – важно. А нужное – нужно. Но вот важное, оно иногда действует в отношении главного, определения главного и нужного. И здесь в большей степени иногда нам душа это определяет. Сегодня что определило? Кто из двоих определил сюда прийти? Вам. Душа или дух? Я как-то вас не найду в царстве духа. Или еще как бы так не вошел в вашу сферу. Потому что есть территория духа, есть территория души. Царствие Божие – это территория духа. Еще раз повторю. Царствие Божие, которое принес Иисус Христос, со всеми условиями, есть царство духа. О котором он сказал, что нисколько не пользует там. Только дух животворит. И поэтому апостол Павел, он говорит на примере жены, чтобы она в церкви молчала. Чтобы душа молчала. А училась у мужа. То есть у духа. То есть от духа. Апостол Павел несколько другим языком так же говорит об этом. Богословски. В послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам. Что нам нужно обновиться духом ума. У духа есть ум. Разум. Духа има разум. Когда он говорит послание к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам. Во второй главе. На 15-16 стих. Что душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего. Он почитает это за безумие. Но духовный судит обо всем. А о нем никто не может судить. И кто познал ум Христов. А мы имеем ум Христов. И когда здесь говорит апостол Павел о уме Христа. Которое мы имеем. При рождении свыше. Когда у нас возрождается наш Дух. Я прошлое воскресенье об этом говорил. И наш Дух. Он наделен этим умом. И вот этот ум. Который питается откровением от Бога. Это называется слово Рема. Вот это слово у нас записано. Графа. Которое мы читаем. И Логос. Когда мы читаем и понимаем какое-то логическое здесь вот повескование. Повескование. События. События. Изложение. Божьи истины. Божьи истины. И наш разум. Вот это естественный. Способен кое-что понимать. Но. Обаче. Важно чтобы был включен наш Дух. И важно да и включен Духа ним. И когда мы получаем знание откровением от Бога. От Духа Святого. От Духа Святого. Бог есть Дух. И поклоняющиеся. Ему. Должны поклоняться в Духе. И в истине. И в истине. И в истине. Слово Божье. Твое Божье это Слово. Оно должно быть живым в нашем жизни. И поэтому это очень важно. Чтобы наш Дух. Развивался. И как Писание говорит. Когда мы рождаемся свыше. От слышания Слова Божьего. Как человек уверует. Если не будет проповедующего Слова. Как он не может слушать проповедующие. Проповедующий же Слово Божье. Он сам должен быть возрожден свыше. И через него Дух Святой. И через тебя и меня. Если мы уже возрождены свыше. Он посылает Слово живое. Обращенное к Духу. К сердце человека. И написано, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Не просто прочитанного. И не просто услышанного от кого-то. А услышанное от Духа Святого. Надеюсь до этого момента вы меня понимаете. Кто вот недавно только уверовал. Ну год. Чуть меньше. Больше. Неудавно. Чтобы мне каким-то образом повествовать. Чтобы было всем понятно. Мне очень мало времени. У нас сегодня служение насыщено. У нас будет сегодня Евхаристия. Хлебопроломление. Вечерей любви еще называют. Господна трапеза. Это тоже важный обряд. Но сегодня я хочу именно духовную Евхаристию вам преподать. Хлеб духовный. Ищу духовную. Которое есть Слово Божье. И сила помазания Духа Святого. Апостол Павел говорит. Моя проповедь не убедительна в словах человеческой мудрости. Объявление Духа и Силы. Иисус говорит. Слова мои суть. Жизнь и Дух. Живот и Дух. Все ли мы понимаем. Значение этих слов. Смысл. Хорошо. Пусть нам в этом Дух Святой поможет разобраться. И так. Хочу продолжить тему, которую я начал. Это апологетическая проповедь. Которая защищает учение. Вероучение. Которое мы приняли. От Духа Святого. Через повествование. Людей. Которые проповедовали нам Слово. Поэтому. Кому-то из нас. Или всем из нас. Кто-то проповедовал. Из-за того. На всякий день от нас. Някую не проповедовал. Возможно. Ты самостоятельно до этого Библию читал. Слышал. Слышал. Чувался. Хорошим приятным голосом. С приятен глаз. Когда сегодня артисты хорошо читают Евангелие. С выражением. С выражением. Даже толкует лингвистически. Даже толкуват лингвистически. Там. Филологи. И филологи. Филологи. Но очень важно. Обаче много важно. Чтобы нам это изтолковал Дух Святой. Да не изтолкува това нещо и Святия Дух. И вот защита учения. Защита научения. Я думаю должно быть одним из центральных дисциплин. Церкви. На церквата. Потому что сегодня. Как и в то время. Как то и по нова время. Много есть лжеучений. Ереси. Много эрес. Искажений. Много искривявания. Подмена понятий. Много смени на разбирание. Принесение. Человеческого. В замену Божьего. О чем Иисус так же говорил в свое время. Обличая фарисеев. Обличавайки фарисеите. Священников. Священниците. Которые чтобы исполнить свои предания. Устранили Слово Божие. Об этом Иисус говорил. Иисус говори за това. То есть. Принесли что-то человеческое. Утвердили. Утверждават го. Прописали. Но оно противоречит. Божия истина. И сегодня. И днес. Это существует в некоторых динаминациях. Когда божественность Иисуса Христа отрисается. Божественность на Иисус Христос всего трича. Три единства Бога тоже. Три единства на Господа Существует. Сеподавано сомнение. Или как бы преподносит то, что Бог Отец, Творец, Судья. Он больше, чем Иисус. То есть Иисус, 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 а Коя Той Божия Синь. А Дух Святой – это просто сила Божия. Но при глубоком исследовании на Священото Писание, когда мы погружаемся Духом в Божието Царство, мы обнаруживаем, что действительно Иисус има две природи. Божествената и человеческа. Божествена, вечна Его природа. А человеческа, приобретенная. Пок човешката е тази, която била предубита. И мы также в этом должны хорошо разбираться. И мы должны подражать Иисусу, как Священото Писание говорит. Какова Его природа? Каква е Неговата природа? Человеческа. Човешката. Но я слышал в богословии некоторых динаминаций, что мы должны обожествиться, как Иисус. Подчеркивая Его божественную природу. Это все вот от того, что изначально было при апостолах, тех, которые непосредственно получили от Иисуса слово. И они били разъяснительную работу среди христиан. Которые также имели какое-то представление о Боге еленисты. То есть это греки, которые были воспитаны в греческой культуре. Греците, които са били воспитаны в грецката култура и в митология. И там тоже есть свое понимание о божествах, о Боге, о человеке, перфекционизме, достижение высшего уровня, чтобы стать наравне с Богом. Я статкнусь подобным учением в харизматическом движении. Я сам пребывал в харизматическом движении. Я знаю, что это движение от Бога. Но много там привернено человеческого. Человекоцентризм. Который устранил христоцентризм. Акцент поставлен на человека, а не на Христа. Как бы это такой тонкий вектор отклонения. И вначале, может быть, это параллельно идет. И может даже параллельно доверять. Но, чем дальше, тем вачи колкуту подалечь, толково короче говоря, чем дальше влез, тем больше дров. Толково ползле истава. И поэтому возникают такие перекосы. Из-за того, возникло некое разминавание. Когда христиане стремятся быть респектабельными, как люди в этом мире. Вот я сегодня выгляжу солидно, великолепно. Я еще хотел белую шляпу одеть. И вообще был бы кто-то сказал мачо. И сегодня имидж мужчины это самодостаточный человек. Что плохого? Еще и мачо. То есть сексуальность подчеркивается. И сегодня христиане тоже этому учат. Что мы такой имели вид. И я постеснялся это сделать. То есть шляпу одеть. Потому что кто-то, наверное, подумал, что я вот действительно унесил час на истину. Таков. На самом деле. Сон на истину таков. Но я просто. Хорошо. Но в этом ничего плохого нет. Когда мы действительно выглядим приятно, аккуратно, эстетично. Но когда это становится смыслом нашей жизни. Когда этим мы хотим подчеркнуть свою ветхую природу. Я же обращаюсь к христианам. Обращаюсь к христианам. Это в этом мире люди так, как говорится. Встречайте по одежке. Този свят хората посрещат по дрехите и спрашват по ума. Но мы должны понимать, что мы должны одеться в одежды праведности. Трябва да се обличем в дрехите на праведността. Большей степени мы должны приготовить себя к вечности. И до голяма степень трябва да се подготовим за вечности. Наш внутренний человек вътрешний човек чтобы он возрастал в вере. чтобы ум Христов который в Духе нашем обновил наш разум. То есть ум. Послание к Кремлинам 12 глава 2 стих Не сообразуйтесь с веком сил но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познать что есть воля Божия благая угодная и совершенная. И когда просто своим мы этим естественным умом пытаемся применить даже христианскую этику культуру Царствие Божие то как-то она не очень нам нравится. Потому что действительно она говорит о том чтобы не просто брать а в первую очередь нужно отдавать потом брать не отвечать злом на зло и все остальное как вы на это сейчас смотрите? как го виждате сега? У вас проблемы бывают такие? У меня бывают на мен не се случват когда хочется физически сделать замечания физически да направим забележка я в свое время вот как-то ремицентром занимался при церкви мы часто открываем ремцентры адапт центры люди которые вот с такой испорченностью наркомания алкоголь и мне иногда хотелось физическое замечание сделать им объяснял что это плохо это хорошо а мы в свободе Христос освободил от всего не долго приходилось объяснять в чем заключается свобода которую Господь нам дал первое что Бог нам дал свободу Иисус Христос он дал свободу от власти смерти сказано что смерть не властна над нами как личностью тело наше умирает но мы продолжаем существовать или жить еще один анекдот два армяна или грузина они заходят на кладбище и смотрят на тех которые умерли читают с Арсанян родился 1900 в 80-м году умер в 1992 умер в 1992 другом подходит так же читает в таком-то таком-то году родился умер мало прожил живяло много малку и написано жил 20 лет живяло 20 годиней прожил 33 года и живяло вот тех три години а фактически немножко начало неправильно то есть вернуть к началу родился допустим там 80-м году умер 2010 60-м жил два года живяло две години другой там так же рано родился как бы поздно умер по датам написано низу жил год живяло так приглянулись они подходит к начальнику кладбища ты разъясни нам что делать как это написано в таком году родился 50 лет прожил прожил а написано всего лишь 5 лет 3 года все прожил вот эти гудини изжигал саму 5 гудини вот жили это знаешь что такое жили 3 года вкусно жили 3 гудини жили вкусно а остальное просто мертв не жили посмотрел на другого тогда меня будешь хоронить напиши родился мертв напиши родился мертв но я сейчас на ходу это вспомнил анекдот но вот смысл можно долго прожить но 3 года всего лишь вкусно прожил но знаете мы родились чтобы жить вечно но где будем проводить вечность здесь на земле человек должен определиться поэтому мы получив здесь начало жизни мы должны подготовиться к вечной жизни чтобы чтобы наш внутренний человек духовно возрастал и апостол Павел говорит о том что чтобы мы не оставались младенцами давайте я прочту это местописание это послание к эфесиным послание к эфесяне четвертая глава четвертая ну наверное вы много слышали когда постараться цитировали это местописание с 11 стиха написано что ибо Бог поставил он поставил от них в церкви апостолами учителями но я дальше хотел прочесть 13 стиха в единство веры и познание сына Божьего мужа совершенного дукле всички достигнем в единство на веру и на познание на Божие сыны полный возраст Христа в мягком народе на Христово тополнута центральный дабы мы не были более младенцами колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения амин то есть это опасно оставаться младенцами опасно и доуставами деца апостол Петр говорит так же во втором послании в своем верующем во второй главе во вторая глава извиняюсь в первом послании извиняюсь в первую петрову вторая глава вторая глава со второго стиха как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение ибо вы вкусили что благ господь вы вкусили что бог благ в свое время он каждого из нас вытащил из рва проклятия кто от смерти спал физической и духовной когда моя жизнь висел на волоске и господь спас от бандитов кто-то болен был някой бил болен някой имал други проблем и Господ отговаря на ваши молитвы и мы вкусили насколько Бог благ но очень важно нам духовно возрастать и апостол Павел говорит чтобы нам духовно возрастать нам нужно питаться духовно трябва да си подхранваме словом Божиим чтобы возрасти вере и повторяйся опять же вернусь тому что откровением получать знания о Боге о истина знаете мы все служители сейчас без образования как бы нам нельзя всички сме служители и без образования не можем 90-е годы пастора на территории Советского Союза учились уже вели долгое время церкви по 10 лет кто-то больше и как раз у нас образовались учебные заведения богословские институты колледжи семинарии и я помню что с нами учился один пастор который он уже лет 15 был пастором и он учился в богословском заведении в котором я учился и когда мы проходили темы глубокие фундаментальные особенно в отношении возрождения свыше наивече по отношению на рождение свыше за духа за живота в духа за разбиранное то на свыше написание образы гамилетика гамилетика и гавринептика и он удивлялся ой надо же а я этого не знал то есть он проповедовал Ивангелие он был рожден свыше но некоторых глубоких духовных истин он не понимал но когда именно получив знания об этом откровением откровения от духа святого конечно же он увидел насколько действительно большая разница просто знать слово Божье и познавая через дух Слово Божье утверждаться в Истине Итак апостол Павел и Петр говорят о том чтобы верующие питались Словом Божьим за това верующие да се хранят с Словото Божие и темата на моето проповед е всъщност духовен иммунитет я упомянул о физическом естественном иммунитете который Бог мне дал что я до сих пор не употребляю никаких таблеток это говорит потому что иммунная система у меня она функционирует хорошо это не говорит что я не болею но она долго не задерживается не знаю сколько это продержится но физическое тело но хотел бы интересный момент также вот засвидетельствовать в свое время я очень много постился в течение 15 лет продолжение на 15 години это постоянно у меня были посты но я сейчас пощусь правда здесь вот находясь в Болгарии больше месяца я не постился а дома пощусь я по крайней мере каждую неделю один раз по ней всяка седмица виднешь это четверка на пятницу от четверток к петок до начала шабата потому что шабат суббота начинается с пятницы вечером и я четверг ужинаю легко ужинаю стою утром и весь день не пью и не кушаю но у меня такой сухой пост имам суха поста я ее называю такой пост благочестие тело так скажем держать в узде она говорит хочу кушать я говорю помлочи но интересный момент то что я три раза сорок дней постился постих вече три пати четыреси дни само с вода мне уже было пятьдесят лет бях и на пятидесят години в наша миссия вообще-то была дозволена как бы так официально где-то до сорока пяти все можно поститься а после сорока пяти как бы организм уже более слаб но такие были обстоятельства призыв такой был от Духа Святого что нужно было поститься я три раза был в сорокодневном посту вся слава Иисусу но хочу вам сказать именно что повлияло на то что действительно я прошел эти посты знаете я много видел как наши служители постились ролик есть снятый когда они постились многие очень тяжело проходили последние две недели последние дни последние дни моя жена Наталья выявили красавица моя она два раза сорокодневном посту была на одной воде ну вот феномен в чем заключается все эти три поста были во время зимы у нас было в то время здание тогава си имахме своя сграда где-то ну метров наверное 400-500 от квартира где я живу 400-500 метра от вкъщи у нас каждый день пяти раз в неделю в шест часов утра в церкви утренняя молитва я всегда встал я всегда встал я всегда встал половина шестого шел в церковь мы молились прославление коротко проповедь верующие приходили вот таким образом духовная жизнь у нас так скажем этот молитвенный огонь поддерживался и вот во время всех этих трех постов я сам каждый день все 40 дней ходил на утреннюю молитву и проводил все эти служения и возглавлял помимо этого среда это школа Библии пятница это вечернее пятницкое служение и воскресное все 40 дней я был в активном состоянии и даже в последний день цирковой день плясал и феномен также в чем заключается когда человек вот не принимает долго пищу когато човек дълго не приема температура тела температурата на тялото му започва да пада даже мы когда кушаем пищу для того чтобы отец сохранять вот это вот тепла за да може да пазим тази топлива вътре в тялото си феномен заключается в том что последний 40 дневный пост и последните 40 дневно я пил холодную воду аз през цялото время обычно рекомендует когда ты в посту буду тепло горела чтобы тепла был хороший за да имаш добра дыхлена в тялото обаче в Сибири температура 30 и 40 градусов мороза представляете каждое утро и всяка сутрин така погода а я иду в церковь и мало того что я постоянно пил холодную воду феномен това е феномен к чему это говорю за какво го казвам потому что когда это вот аскеза так скажем по плоти да воздержание от пищи если нету духовной поддержки духовной пищи тело очень тяжело на тялото мое много тежко поэтому для меня слова Иисуса слова Господа Бога нашего который сказал еще в Стария Завет не едином словом хлебом то есть не едином хлебом жив человек но всяким словом исходящим из уст Господа когда Иисус помните встретился женщиной самарянка у колодца попросил у нее воды да я моли за вода но а ученики пошли что-то купить что-то взять учениците утишли да вземат някаква храна за да се нахранят те бяха гладни и когда Иисус побеседил с этой женщиной она ушла пришли ученики и принесли иду и се донесли храната и той казва не ми се иди той казва че има друга храна и аз добре го усетих когда именно нет физической пищи когда ты служишь Богу Бог дает Слово Он питает тогава на тялото му е лесно не хлебом единым жив человек но всяким словом исходящим из душ Господа а дайте Слово Слава Господу Амин и за това еще есть такой вопрос вам братья и сестры как вы думаете Иисус когда воскрес Он нуждался физической пищи мы видим Он продемонстрировал что Он может кушать помните когда Он явился ради Фома который не верил что Он воскрес ложи в руки мои персты свои в раны и Иисус хотел продемонстрировать что Он воскрес в том теле который демонстрира что Он воскрес в теле в кое-то ебил в кое-то е умрял и так же Он и потом кушал Иисус хорошо а сейчас в данный момент где Иисус Он воскрес Он вознесся на небеса Он там кушает Он в физическом теле Он кушал когда был на земле после своего воскресения Он не нуждался но Он все продемонстрировал что Он кушал интересный факт так вот имея физическую природу имайки физическую природу я думаю что Он не нуждается в пище и знаете когда мы получим новую природу физическую и когда Христос придет когато Христос дойде отново на тази земя апостол Павел говорит что мы те которые дождемся этого будем в это время на земле что мы в мгновение ока изменимся и тело станет бессмертным и тело не станет бессмертным напомню что когда мы рождаемся свыше наш дух уже имеет печать спасения мы запечатаны Духом Святым день искупления это юридический факт который стал де-фактом нашей жизни я прошлый раз говорил об этом душа наша находится на так скажем этапе переизменения переформирования но вот тело наше все таки оно еще смертно в нем есть жало смерти и когда апостол Павел говорит о воскресении в 15 главе он говорит когда это все произойдет в мгновен ка мы изменимся но он воскресает смерть где жало твою ад где и поэтому именно тело наше оно должно изменится если мы доживем до это время когда Христос придет а я верю в это что вот он скоро придет это будет чудо а те которые без тела сегодня христиане умерли физически но они сегодня с Богом они придут за новым телом те ще дойдат за новое тело вы понимаете че ме говорю и поэтому очень важно понимать что полностью искупление произойдет когда наше тело будет изменено или мы получим новое тело я все хотел бы дойти до конца но у меня времени нету я на этом как бы долго остановился чтобы разъяснить эти все моменты чтобы понимали и так младенцы именно когда мы долгое время находимся в таком состоянии можем попасть под обольщение человеческих разных учений которые могут нас уводить от истины или подменять истину давайте я открою несколько мест писания и мы посмотрим на это место писания давайте откроем первое наверное колоссиным вторая глава колоссиане вторая глава восьмой стих осместих смотрите братья чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением но по преданию по преданию человеческому по стихе мира сего а не по христу серьезное предупреждение апостол павел говорит колоссиным верующим в колоссиных смотрите братья чтобы никто вас не увлек вот этой философией также в шестнадцатый восемнадцатый стих это уже послание никто да не обольщает вас самовольно смиренно мудрим и служением ангелов вторгаясь в то чего не видел безрассудно надмиваясь плотским своим умом я хотел здесь подчеркнуть о плотском уме и конечно конкретно апостол павел говорит когда человек невозрожденный он пытается войти в духовную сферу что в этом мире колдуны шаманы всякого рода экстрасенсы они проникват в духовный мир но они проникают в нижний духовный мир поднебесе демонический мир и входят с ними в контакт те влизат с него в контакт ветхая природа и старата природа человеческа она ищи чудеса и знамения и глубоко не следва именно первопричина от кого это исходит и когато не следваме първопричина от кого излиза това за нас е важен резултат поэтому обращаясь към духовния срабо к разному роду праведникам бесам как Библия говорит люди могут получить от них желаемое то с этим знаком и они в том лекторате может быть никто не касался этой темы но мы знаем что колдуны есть шаманы и люди имеют действительно познание какого-то духовного мира но это апостол Павел предупреждает что люди невозрожденные с плотским умом они пытаются выйти в Царствие Божие понимаете и они начинают именно плотью рассматривать служение ангелов и в религии есть сегодня даже поклонение ангелам и они служебные духи пословно для нас помощь но они подчиняются Богу и Писание говорит что мы не должны им поклоняться и Писание то казва что мы не должны поклоняться и поэтому здесь это как бы духовна сфера на сверхъестественное но плотской ум человеческий пытается порой проникнуть подменить человеческое истину я дошел именно до этой темы это универсализм я кратко постараюсь это осветить это учение оно я по крайней мере с ним воочию встретился где-то лет пятнадцатому назад это человекоцентризм универсализм один из таких вот проповедников этой теории был Роберт Шулер американский проповедник кто знает это англиканская церковь большая очень динаминация насчитывающая где-то несколько сотен миллионов прихожан по всему миру Шулер это пастор епископ в Лос-Анджелес я был в их храм хрустальный храм кто знает хрустальный храм я три раза там был последний раз был как раз в 15-м году после смерти Роберта Шулера его католики купили но вот именно вот этот проповедник что он проповедовал человекоцентризм той проповедовал за човекоцентризма очень популярный публичный был проповедник и вот несколько его тезисов высказываний классическое богословие ошибалось настаивая что богословие сконцентрировано на Боге а не на человеке человек есть центральная фигура богословия а не Христос и его Отец мы нуждаемся в богословии спасения которое будет начинаться и заканчиваться стремлением каждого человека к славе к славе что за слава будь самодостаточным быть подобным Богу и 15 лет тому назад и я слышал от ведущих тоже харизматических проповедников все мирноизвестно когда они говорим мы ведь Боги мы должны как Боги быть то это читал я слышал от ведущих проповедников потому что Иисус как-то сказал слова из Псалмов написано разве вы не Боги с маленькой Бук написано но там совсем другой смысл имеется в виду но так вот перевернули понятие что мы должны обожествиться как Боги мы творцы и это свобода от Бога понимаете это ведь седемского сада ведь будьте как Боги помните кому это было сказано жене жена кто душа поэтому как дьявол кого Еву так как дьявола смотрите чтобы вам не попасть под это поэтому смотрите дальше что он говорит проблема церкви в том что она имела богословие сконцентрированное на Боге тогда как нужно сконцентрировать на человеке мы не плохие мы просто плохо информированы и мы не знаем как мы хороши вот здесь как раз вот она где водораздел откуда растут рога и копыта и знаете вот мы должны быть действительно ну самодостаточным в хорошем смысле вот я не я с этого начал как говорится понимаете но и в принципе я не плохой человек я не сам ложь человек как сегодня мы иногда одобряя верующие скажи ты хороший скажи сосед какой ты хороший я думаю может быть где-то нужно так вот знаете в таком одобрительном но буквально мы хорошие просто мы плохо информированы мы-то не знаем кто мы на самом деле а это тоже все-таки говорит из Библии но это относится к новой природе понимаете есть наша ветхая природа испочная природа который еще находится что корень греха закон греха если будете жить по плоти умрете апостол Павел говорит но если духом будете умрешлять дела плоти то живы будете послание галатам он говорит что у нас есть внутри плоти дух они друг другу противятся так что вы делаете не то что хотели бы если в большей степени вы сконцентрированы на плоти на естественно своей природе где есть поход желание то она всегда будет противиться духу и если она сильнее если вы больше это подпитываете то она будет доминировать в вашей жизни и поэтому живешь по плоти тебе не нравится духовно не ти харесва духовното поэтому я это хорошо знаю я больше степени проповедую для духа аз до голяма степен проповедую за духа я нередко вижу свой адрес гляда и людей которые но они где-то так сидят и ненавидят и ненавидят они молчат и ненавидят потому что ихния богословие внутренняя ихния библиотека там знаете от всеки душевная 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 Вы меня поняли. То, что я имею в виду, вы поняли, что это я имею в виду, а не то, что вы имеете в виду, когда я говорю об этом что-то. Много слов о смысла нету, да? Много думли по кням о смысле. Не знаю, как ты переведешь на болгарский. Есть такая у меня пословица. Это не что, что-либо как. Что-что? Это не что, что-либо как. Твое не что, не что или как. Это не что, что-либо как. Она может быть, к примеру, так кому это бы и надо бы. А вот и случись-то вам. Вот вам, пожалуйста. Много слов о смысла нету. Вот есть такое духовное пустословие иногда, понимаете? Много слов о смысла нету. А для духа нету пищи. Вот я не хочу быть таким проповедником. Хорошо, и так вот, завершая, наверное, может быть, Бог позволит, я вернусь еще к вам. Жди меня, я вернусь. Только лучше жди. Я буквально десятого уезжаю в Турцию на миссию. И где-то, наверное, около трех месяцев там буду. И некогда три месяца шансом там. Но вот мы подали, подаем на болгарское гражданство. Не гражданство, а чтобы здесь получить ВМЖ. И здесь начать служить. За временную прибивание, мы болгаринскими дослужим тук. Дорога цена обратно пастора Андрея мне помогает это делать. Пастор Андрей не помогал. И прошу также молитесь за нас, Наталья, чтобы нам это все сделать. Дого направим. Короткие сроки. В краткие сроки. И я думаю, что Бог нас сюда ведет служить. Дальше с миссионерами двигаться здесь. И да се движим тук. И завершая. И приключвайки. Хотел бы проповедить свое концентрирование на то, чтобы действительно. Апостол Павел посланник Галатам говорит. Че апостол Павел говори към галатяни. О теле, о плоти. Имея вот эту свободу. Да, сегрижим за плота си за тялото. Име и тази свобода, която Господ не дава. Послание Галатам, пятая глава. Галатяни, пятая глава. 13 стих. 13 стих. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Конечно, была бы у меня возможность как бы учительски преподать вам вот эти все истины. Это было, наверное, более так... Тва бибело. Понятнее, ёмкие. По ясну. Но думаю, что Дух Святой вам поможет разобраться в вашем внутреннем благословии. Чтобы вот эти приоритеты внутри. Тези приоритеты вот либо вас. У вас правильно они были сформированы. Чтобы Дух господствовал над плотью. За дому же святее Дух да будет над плотью. И когда именно вот эти лжеучителя. Они плотские по всей родности. Тези плотские. Как апостол Павел. Не могу с вами разговаривать как с духовными. Ибо вы плотские, говорит, ещё. То есть живёте по плоти. В боговождении плоти. И это не обязательно крайняя форма проявления греха. А именно эгоистично. И вы не познаёте Христа. А вы просто хотите, ну, более, лучше выглядеть в этом мире. Апостол Павел, как же говорит, послание филипийцев. Заканчивая к ним обращение, он говорит о таких людях. Казба такого хора. В третьей главе. В третьей главе. Восемнадцатого стиха. Вот у семнадцатого стиха. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Люди, отвергающие крест. Хор такую-то отречит креста. Они принимают искупительную жертву Христа. И то, что на кресте Господь сделал. Но Иисус сказал, кто хочет следовать за мной, возьми свой крест. И следуй за мной. До чего крест? А чтобы свою плоть распинать. За какое тебе треба креста? Понимаете? Когда нужно действительно дать приоритет Духу. Куда-то треба дать приоритет на Духа, плота пречи. Апостол Павел говорит, что я каждый день свою плоть урисляю. Распинаю ее. Апостол Павел говорит. Гигант. Какой-то гигант во вера-то. Но что я буду говорить против этого? Со своим каким-то незначительным опытом веры. Но я верю в то, что он будет истинным. И поэтому смотрите далее, что он говорит. Как вы оказываете, он оттаток. Их конец, погибель, их Бог, чрево и слава их. С нами они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Силой, которой он действует и покоряет себе. Все. Будьте благословенны. Храните свой дух. Более всего хранимого, храните сердце свое. Ибо из него источники жизни. Тренируйте свой духовный иммунитет. Тренирайте духовный иммунитет. Читайте Слово Божие. Читайте Божието Слово. Исследуйте себя. Исследвайте себе си. Вери ли вы? Той верен. А который Священописание говорит. Да се изследвате в вере, за която говоря Священописание. И бувайте в общение с Богом. Молитви. И просто Господи. Не просто. Дай. Помоги. Господи, дай ми и помогни. Ами да и амин. Но ищите общение. Трябва да търсим общуване с Него. Лична молитва на жизнь. Общение. Лична молитва на живот. Общуване с святи. С верующими. С верующими, которые ищат Господа. С тези, които търсят Господа. Стараятся бить му верными. Кажи ми, кто твой друг. Кажи ми, кой е твой приятел. И я скажу ти. Кто твой? И я ще кажа. Кто твой? Кой си ти. Поэтому окружайте себя. И за това се окружавайте. Людьми, которые действительно. Возрастает вера. Които на истинно из нас. Учиться друг друга поддерживать. Так же и слабых. Наставляйте, поддерживайте. Хоть Господь нас в этом. Так и подкрепите. Во всем благослови. Нека Господь не благослови. Всичко твое. Амин. Слава на Него. Господь благослови сейчас всех нас. Всех единств. Своим присутствием Духа Святого. В нашей жизни. Чтобы наш Дух. Задоможен наш Дух. Все чаще и чаще. Все по честу и по честу. Соединялся с Твоей. Ибо соединяющийся с Духом Господним. Есть един Дух. Ставим един Дух. И где Дух Господень. Там свобода. Там е свобода от греха. Свобода от плоти. Свобода от смерти. Потому что это истинна свобода. Защото това е истинската свобода. Която не издига к небесам. И соединяй с Господом. И не соединява с Господом. Благодарим Тебе Господи. Что нас Ты принял такими, какие мы есть. но не позволь нам оставаться такими, какими мы были. Пусть Дух Святой ведет, направляет нас, формирует внутри нас новую личность, которая идентична природе Иисуса Христа. И пусть сам Христос проявляется через нас, чтобы другие люди увидели нашего Господа Иисуса Христа, который спас меня как одного из больших грешников и сделал святым и одел свои одежды праведности не мою плоть, а мой Дух. Благодаря Тебе, Господи, и пусть Твоя милость и благость винаги буди во все жизни нашей, чтобы нам служить Тебе и проповедуем Евангелието, Божието Царство. Всего гряди, Господь. И двое, Господи. Амин. Амин. Хорошо. Слава Иисусу. Вся слава Иисусу.